Дмитрий Павленко 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 Это как пример, когда невозможное становится реальностью и новой нормой. Но чтобы это все получилось, нужно было пройти большой путь, решить несколько сложных задач. В первую очередь это по адаптации оборудования. Я не могу пользоваться стандартным шлангом инфлятора. Не могу нормально пользоваться стандартным шлангом инфлятора. Приблизила к решению нашей задачи система АйТаи, аквалунговская. Но буквально на первом дайве стало понятно, что до него я нормально не дотягиваюсь. И буквально на коленках между дайвами был сооружен первый рычаг, который помог мне полностью контролировать компенсатор проучести. Он был на самом деле очень простой. Ложка, пластмашка и все это было прикручено к стандартному системе АйТаи. Этот же рычаг потом стал прототипом для изготовления замечательного рычага, который мне сделали группа студентов и преподавателей Московского политеха. И этот же рычаг нам тогда показал, что в принципе рекорд возможен. Еще важной задачей, перед которой стояла, это самостоятельное погружение, передвижение под водой. Мой грибок малоэффективен и практически не дает динамики. Решением же этого вопроса стали лопаточки, которые я одеваю на предплечьях. Здесь видео как раз, не знаю, прошло оно или нет, и были первые испытания этих лопаточек. Прототипом стала американская модель лопаток для плавания. Но вовремя поняв, что она не будет работать, в моем случае, мы стали искать, как сделать что-то подобное. На помощь нам пришел наш друг, галлопротезного предприятия ОТРМ, РМН Саркосян, который с энтузиазмом воплотил это в жизнь. И теперь эти лопаточки позволяют мне не только плавать, но они улучшают плавучесть и маневренность под водой. Также важной задачей стояло адаптировать стандартные дайверские навыки под мои физические возможности. Я не могу зажимать нос под водой, и вопрос выравнивания давления всегда стоял на повестке дня. Да, мы использовали руки инструктора, сглатывание, работа с челюстью, но это никогда не давало 100% временного результата. Решением же оказалась полная лицевая маска, которая полностью помогает этот вопрос решить. Также мы адаптировали систему подводных знаков. Еще важным навыком для меня стал возможность погружаться и спрывать, не накачивая BCD до определенных глубин. Это было очень... Я благодарен за этот опыт Александру Шурупкину. Это очень помогало при установке рекордов. Мое самостоятельное погружение на 40 метров, это было как раз подтверждение возможности, как можно, насколько я могу быть независимым в дайвинге. Ведь суть рекорда не состоял в том, что я погружаюсь на 40 метров, а в том, что я сделал это самостоятельно. Аплодисменты, друзья! Продолжу. И если 7 мая 2018 года, когда был рекорд установлен, это был прорыв для нас, то сегодня сходить на 40 метров для меня большого труда не составляет, как и для большинства подготовленных дайверов. Рекорд был как яркое событие, показавшее людям с инвалидностью, что дайвинг для них открыт, и они могут заниматься. А также посылом для многих инструкторов, что у них могут быть такие студенты. Спасибо! На самом деле то, что мы сделали, это не только моя победа, это победа всей нашей команды, кто со мной был, кто со мной занимался. И сегодня у меня есть замечательная возможность с этой сцены поблагодарить всех, кто помогал и поддерживал нас во всех этих проектах. Это инструкторов, дайверов, которые учили меня, это людей, кто помогал в адаптации оборудования, думали, как хорошо и как правильно сделать. Это те, кто поддерживал нас финансово. Это участники краудфандинга компаний. Это те люди, которые давали скидки на местах, а иногда просто не брали деньги за свою работу. Спасибо вам большое, что вы поверили в меня, поверили в мои силы, в мои возможности. Отдельно хочу поблагодарить Дмитрия Князьеву. Благодаря этому человеку я пришел в дайвинг. Благодаря его инициативе все эти проекты были реализованы. Дима, спасибо тебе большое. Ты вносишь большой вклад в развитие дайвинга для людей с инвалидностью. Я очень рад, что мы с тобой друзья. Ура! Друзья, мы продолжаем эту великую номинацию. Вероника Скугина, да? Правильно? Вероника. Так. Дайвер работала на телевидении, увлекалась мотогонками. 10 лет потеряла. Да. Потеряла обе ноги. Позже, благодаря постоянным тренировкам, встала на протезы. Решение задается дайвингом довольно непросто. Но заниматься понравилось. И Вероника, наверное, сейчас сама расскажет вам, когда будет идти видео. Про видео. Видео, пожалуйста. Это мое первое занятие. Меня зовут Вероника. Я очень много лет занимаюсь мотогонками. Как думаете, к чему здесь дайвинг и мотогонки? Дайвинг вообще не был. Мотогонки занимался у моего инструктора Ильяны. И он предложил попробовать погрузиться в бассейне. Ну, вдруг. В общем, уговоры шли где-то примерно месяц. Я согласилась, лишь бы он от меня отвязался и как бы продолжить заниматься своими делами. И взяла с собой Наташу. Вот. Я думала, что я сольюсь с дайвинга и вместо себя оставлю Наталью. Но не вышло. И на самом деле я очень рада, что так круто получилось. Потому что буквально, ну, меньше, чем за год, мы уже весной полетели в Дахаб сдавать экзамены в открытую воду. А в октябре я уже погрузилась на 40 метров. Это вторая поездка в Дахаб. И на данный момент у меня 30 погружений. Вот. И это... Ну, это просто кривляние. Вот. И, в общем, все это круто. Все это очень развивается. И Лиана создала фонд «Живая вода», который бесплатно обучает ребят и вывозит их погружаться в открытую воду. Поэтому, если вы хотите, принимайте участие. А у меня планы пройти технаря. Ну, у меня сейчас курс «Найтракс», потом технарь. И дальше уже, наверное, пойду на инструктора. Поэтому надо ставить рекорды. И я думаю, что в марте у меня уже будут новые рекорды. Ну, я так коротко-коротко. Аплодисменты! Ну, и на самом деле спасибо Ильяне, Ильяниной школе. Вот это, кстати, каньон. И каньон вход 20 метров, 30. И я прошла 40 метров именно каньон. То есть с точки входа. И вниз уже, где начинаются ступеньки. Ну, там, конечно, глубже, но выход был у меня 40 метров из каньона, где такая, типа, небольшая пещерка. Кстати, днем мы встретили танцора испанского. Это было тоже очень круто. Класс! Товарищи, вы посмотрите, какая тут мощняцкая группа. Причем девчонки тут во всех концах зала, я их вижу. Вот они неистово перемещаются по выставке. У нас есть, кстати говоря, фото-выставка, которую сделал князем. Я прямо вот в восхищении. Давайте мы вместо вопросов попросим просто всю группу поддержки. Просто вот все герои, потому что мы только двух героев пригласили, а герои все. Пожалуйста, друзья мои. Кстати, мой женский батальон. Да. Не надо на сцену достаточно. Просто перед сценой. Значит, дух человека не сломите, если он этого не хочет. Ильяна. Говорим. А ты тоже сюда не хочешь выйти? Не-не-не, все-все-все. Ильяна, был же разговор. Конечно, все. Все выходим. Та самая Ильяна, про которую шел разговор, да? А вот зал. Спасибо всем. Приглашаю из Санкт-Петербурга в первую очередь людей с инвалидностью ко мне на обучение. Обязательно пройдем курс. И как там, в технари, да, Вероник? На сколько, на сотку хочешь нырнуть, да? Сотка. Да, у меня прям план стоит. На сотку? Сотка. Не заслужива. Я хочу также представить Григория Галеева. Пожалуйста. Ну, подойди, подойди, пожалуйста. Ребята, это первый... Ой, извините, я же забыла про арку. Я должна пройти арку, и по-другому никогда. Да, вот, красавчик-то такой просто. Григорий, 12 января. Тримекс-дайвер Григорий Галеев прошел арку в Дахабе. Уважаемый, я хочу обратиться к инструкторам, профессионалам, которых здесь много. Коллеги, давайте... Вы блестящий, у вас огромный опыт, вы блестящие профессионалы. Давайте подарим свой профессионализм, свой опыт всем, кто хочет нырять. Вне зависимости от того, какое у нее сегодня состояние здоровья. Мы можем это сделать. Эти ребята нам показывают, насколько сегодня дайвинг открыт для всех. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте своим вниманием тех людей, которые вы можете привести в подводный мир. Спасибо вам огромное. Лучше не скажешь. Так, а где у нас синие? А у нас, кстати говоря, синих, на удивление, осталось четыре. У нас, видимо, мы сделали два запасных, поэтому мы дарим два синих и еще два синих. У нас тоже мы подарили. Это подводный Оскар? Да, это подводный Оскар. Так, и я бегу, бегу, бегу. Так, Ильяна. Конечно. За вклад. И вам тоже я даю этого Оскара. Ура. Фотосессия на память. Спасибо великому жюри, которое выдержало, которое старалось. Ахмед, Алексей, Павел. Новых свершений. Новый 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 свершений. Продолжение следует...